Я родился в 1985 году в Центральной Вирджинии. Мой папа еврей, а мама нет. Поэтому я рос, посещая такую себе консервативно-реформистскую синагогу. После бар-мицвы мое посещение и вовлеченность в жизнь синагоги все больше и больше угасали. Я продолжал держаться подальше от людей своего возраста и стал предметом множества шуток. Не раз всплывал еврейский вопрос, и я как бы усилил степень и чувство своей изоляции. После школы я поступил в Вирджинский политехнический институт. Будучи там, я встретил компанию ребят, которые были частью группы «Навигатор» и христианской студенческой группы, с которыми мы очень подружились. Мы все больше с ними становились друзьями, и это было, честно говоря, впервые в моей жизни, когда у меня завязались настолько глубокие дружеские отношения. Это были ребята, которые искренне интересовались тем, что происходит в моей жизни. Следующие пару лет я, собственно, на самом деле не хотел иметь ничего общего с Иисусом. Это не было так, что я познакомился с этими ребятами, и с неба меня озарил свет. Ничего подобного. Один парень по имени Дэвид спросил меня, во что я верю. Я еврей, евреи избранный Божий народ. Ну, что можно сказать против этого? Вроде как, наша история как бы достаточная свидетельство того, что Бог не оставил нас, не отверг нас. Мы как бы существуем вопреки всякой логике. Однажды я обедал со своим другом Дэвидом, и всплыла тема про Иисуса. И обычно у нас был какой-то короткий разговор об этом. Он бы прервался, мы бы разошлись, но когда мы выходили из столовой, Дэвид процитировал кое-что из Нового Завета. Иисус сказал, что Он пришел не нарушить закон, но Он пришел исполнить его. Это как бы шло вразрез с тем пониманием, которое было у меня в голове, что Иисус или христианство противоположны иудаизму, что принятие одного означает отвержение другого. Потому это... это просто шокировало меня. Я был в студгородке 16 апреля 2007 года, когда ранним утром в нем началась стрельба. Студент застрелил двух человек в моем общежитии, а потом перешел позже в учебный корпус и застрелил еще 30 человек там, перед тем, как застрелил себя сам. Двоих из тех людей, которых Он застрелил, я знал. Это было нечто такое, что... Я не знал, как вообще пережить, как справиться с этим. Я просто... Это было просто как удар в голову. Все становится как бы в тумане, и ты не знаешь, что с этим делать. Частично в результате, я думаю, того, что случилось в тот день, я понял, что очень хочу быть с некоторыми своими друзьями в их церкви. Это не было чем-то, что я действительно знал или понимал. Это просто было типа, окей, я должен пойти. Это было всего пару недель спустя, после убийства. И вот через пару недель я пошел с ними в церковь. Я брался с мыслью о том, хочу или не хочу я что-то знать об этом, о том, кто такой Иисус. Это было что-то, что было, как я знал, связано с теми переживаниями с этими людьми в последние несколько лет. Я знал, что была какая-то связь, но это было просто... Честно, я боялся. Я думаю, вы сказали, что это была гражданская война во мне. Я чувствовал, что мне очень сильно нужно поговорить с Чарли. Моим соседом по комнате о христианстве. Парень, который помогал вести христианскую группу, в которую он ходил в студгородке. Как он сказал, был бы очень рад встретиться со мной и поговорить об этом, если мы захотим. Хорошо, Кент, я понятия не имею, откуда я это знаю, но я, очевидно, абсолютно убежден, что все в этой книге, в Библии, правда. Мы беседовали все лето, мы как бы, как я люблю это описывать, пробежались галопом по Писанию, начав с бытия и отмечая все важные моменты по пути. И чем больше мы говорили об этих вещах и читали, у меня было убеждение, что эти разговоры подкрепляют все больше и больше фактами за пределами Библии. И когда я читал, это было наподобие... Да, это имеет смысл. И знаете, одна из первых вещей, которая захватила меня в конце первого года моей учебы, это было сообщество, любовь, которую постоянно все проявляли. Это было первое место, где я действительно по-настоящему чувствовал себя дома. Это было первое место, в котором я ощущал, что я часть этого. В любом другом месте я чувствовал себя отстраненным. Я всегда чувствовал себя отделенным и, честно говоря, много раз очень нежеланным. И это была, видимо, самая сильная вещь, которую я когда-либо видел. Это было как будто хорошо, я на самом деле дома. Как будто это было мое место. То есть мне не нужно искать чего-то еще. Если бы сегодня мне пришлось умереть, я знаю, что Бог возьмет меня домой, что Иисус будет там, потому что я доверил Ему заботу о себе. Я доверил Ему присматривать за мной до самого конца. Я доверился Ему за то, что Он сделал, чтобы позаботиться о том, о чем я не могу позаботиться. Поэтому я знаю, что произойдет. Иисус позаботится обо мне до самого конца.